Эта история произошла в Брянской области 20 лет назад, зимой. Лесничий Степаныч возвращался домой из заимки после очередного обхода лесного хозяйства. Конечно, можно было переночевать на заимке, как бывало иногда, но он решил вернуться, потому что обещал жене Маше прийти, у нее сегодня день рождения. День выдался очень морозный и ветреный. Степаныч, конечно, знал, что в этих лесах есть волки, особенно зимой, целыми стаями бродят. Вчера на поляне следы видел. Волки умные и хитрые животные. Увидев след волка, простой человек подумает, что это один зверь прошел. А вот Степаныч с 20-летним стажем лесника сразу понимал, что не один зверь прошел, а целая стая. След в след шли. С собой у него было ружье, которое он почти не использовал без надобности. Так, на всякий случай брал, мало ли что. Все-таки это лес, и могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Путь Степаныча был не очень длинный. Вот выйдет из леса, по лесной тропе пересечет поле, а там уже и деревня его. В общем, километра четыре. Пока Степаныч шел по лесу, тропа была видна. Освещали ее бледноликая луна и бесчисленные звезды. В лесу царило безмолвие. В этой тишине было лишь потрескивание деревьев от мороза, да хруст снега под ногами. Но постепенно совсем стемнело. Луна исчезла, ее прикрыла набежавшая туча. Вдруг впереди себя Степаныч увидел два сверкающих огонька. Он даже остановился от неожиданности. Волки, подумал старик. Лесник присмотрелся. Слева и справа тоже огоньки. Оглянулся назад, и сзади сверкают. Ну все, конец. Вот это обложили. Со страхом в душе подумал Степаныч. Стрельнуть что ли? Но их много, не успею выстрелить в следующий раз. Подумал он и не уверенно, с трепетом в сердце, не спеша пошел вперед. Волки тоже двинулись, но приблизиться к нему пока не решались. Может, не тронут? Подумал лесник. Он знал, что волки очень редко нападают на людей. Но сейчас зима, волки голодные, злые. А всем известно, что голод меняет не только поведение людей, но и животных. Видимо, как-то надо спасаться, лезть на дерево. Другого выхода нет, размышлял Степаныч. А волки подходили все ближе и ближе. Страх пронзил всю душу лесника. А тут, как на счастье, луна из-за тучи показалась, осветила тропу и деревья. Степаныч решил лезть на дерево, но ружье не оставил, хотя и неудобно с ним лезть. Может, оно сейчас еще и пригодится. Подумал он. Лесник быстро ухватился за ствол дерева и, что было силы, стал подниматься, карабкаться вверх. Чем выше, тем безопасней, решил он. Нащупал ногой небольшой сук, который не дал ему сползти вниз, ведь зимой ветки хрупкие. А тут Степанычу повезло. Волки и опомниться не успели, как ушла от них добыча. Не добраться им до нее. Старик взобрался наверх, присел на одну из веток, более толстую, обхватил ствол обеими руками для надежности и невольно стал рассматривать своих преследователей. Сначала к дереву подошел матерый огромный волк, видимо, вожак стай. Стал обнюхивать следы Степаныча вокруг дерева, а потом подошли и другие волки. Ходили вокруг дерева, обнюхивали следы лесника, подняв голову наверх и с жадностью глядя на недосягаемую добычу. Спустя время, немного успокоившись и взяв себя в руки, Степаныч сломал соседние сухие ветки и со всей силы стал швырять в стаю волков. Волки задвигались, но не ушли. Тогда Степаныч выстрелил вверх из ружья, но сильно покачнулся, и ружье выпало у него из рук прямо на землю. Волки от неожиданности мгновенно разбежались в разные стороны, а потом и вовсе скрылись в лесной чаще. Но лесник подумал, что слезать с дерева было еще очень опасно, ведь волки могут просто выжидать свою добычу где-то рядом. Когда Степаныч шел по лесной тропе, он не чувствовал холода, а сейчас, посидев на дереве без движения какое-то время, его стало знобить, и мороз пощипывал все части его тела. «Подвигаться бы сейчас, да сломаются ветки, а на таком морозе они еще легче ломаются, и тогда я точно упаду с дерева», — подумал Степаныч. Как можно более поплотнее запахнув полушубок, приподнял воротник, еще крепче обхватил дерево руками и стал думать, как быть дальше. Лесника от холода стало клонить в сон. Он понимал, что спать нельзя, но против своей воли начал сладко дремать, что отбирало его силу. Степаныч немного взбодрил себя, похлопав поочередно руками по щекам, и стал думать о своей жене Маше. Она ведь его сейчас ждет, переживает, и он обязательно должен к ней вернуться живым и здоровым, ведь они любят друг друга, и если с ним что-то случится, она просто не переживет этого. Тем более у нее больное сердце, а сын уже вырос, у него своя семья и живет далеко от них. Прошло два часа, как он находился на дереве. «Волки уже ушли», — подумал Степаныч. «Сейчас я только переведу дух и буду спускаться вниз», — сказал себе лесник. Собрав последние силы и волю в кулак, хватаясь за ствол задубевшими руками и опираясь ногами, он стал спускаться вниз. Степаныч видел, кроме многочисленных следов вокруг сосны, один глубокий след, который вел в чащу леса. Ушли след в след, с троем, — подумал Степаныч и успокоился. Он спустился, поднял ружье, которое его выручило на этот раз, и, еле передвигаясь одеревеневшими ногами, вышел из леса, прошел по полю. Уже светало, но деревня еще спала. Ни дыма над крышами не видно, ни собачьего лая не слышно, и только в окне его дома горел свет. Его до сих пор ждала любимая жена Машенька, так он ее называл. Вот такая история приключилась с лесником Степанычем. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.